В эфире радио «Что вижу, то и говорю» у микрофона в студии Милена Джексон. Если отрезок, взятый из истории совка с тем, что мы видим сегодня, то заметим неоспоримый факт, чай заметно уступил пальму первенства своему собрату. И это отнюдь не дань моде или что-то в этом роде, это всеобщее признание бодрящего напитка среди населения. Немного из истории, король Людовик XIV получив в подарок от заморских гостей листы черного чая и зерна кофе довольно скептически отнесся к настойкам, приготовленным из этих ингредиентов, и издал указ, который гласил, ежедневно давать двум преступникам, сидящим в Бастилии в день по одной чашке напитка, одному давать кофе, а другому черный чай. Он хотел убедиться в том, что заморские гости таким образом не ставили перед собой цель свести короля в могилу, и что же вышло в итоге, король Людовик умер, а заключенные в Бастилии преступники дожили до глубокой старости, выпивая каждый день с утра один чашку чая, а другой чашку кофе. Но вернемся в наши дни, сторонников кофе, равно как и его противников хватает повсюду. Мы не будем становиться на чью-либо сторону, мы просто констатируем факты, говорящие в пользу кофе гораздо больше, чем против него. Судите сами, кофе не только бодрит с утра, но и помогает организму избавляться от тяжелых металлов и токсинов, попадающих в кровь как с пищей, так и просто с вдыхаемым воздухом. Помимо этих двух неоспоримых фактов кофе содержит в себе важные ферменты, способствующие улучшению пищеварения и очистке кишечника от балласта. В зависимости от рецептуры приготовления напитка бывает как мягкий, так и крепкий кофе. Кому как нравится, а если начать перечислять все, что многие люди добавляют в кофе для аромата, усиления вкуса или его крепости, не хватит эфирного времени. Я лишь упомяну два рецепта кофе, по-казацки, это когда в крепкий кофе добавляют щепотку молотого черного перца и одну часть водки, и кофе по-американски, когда к просто крепкому кофе добавляют двойную дозу эспрессо. По желанию можно и сахар, но это уже лишние калории, от которых потом тяжело избавиться, к сожалению, мое время в эфире подходит к концу. В заключение я хочу сказать следующее, вопреки расхожему мнению о том, что кофе полнит, люди набирают вес не от кофе, а от булочек и пончиков с сахаром, что заказывают к чашке кофе, неважно, что вы предпочитаете пить, чай или кофе, оставайтесь бодрыми и здоровыми. С вами была Милена Джексон и радио Что вижу-то и говорю. Субтитры сделал DimaTorzok